Всем привет! Я только что вышла из душа, у меня ещё мокрые волосы. Сегодня у нас в Париже 26 градусов, просто даже в это не верится, середина октября и 26 градусов на улице. Моя кожа до сих пор не может привыкнуть к тому, что я в Париже и уже не в Латвии, потому что она очень тяжело переносит вот эти перестроения, переезды из одной страны в другую, потому что везде разная вода, везде разная еда. Вы уже поняли по названию, наверное, что мы будем делать с вами в этом видео. Мы будем тестировать косметику от LUMEN. Посмотрите, какой у меня здесь огромный мешок и сколько там всего внутри. На самом деле история моего знакомства с LUMEN такая. Я очень-очень давно слышала про этот бренд, но в Латвии у нас он появился относительно недавно. Так, вообще давайте так, я буду болтать и параллельно, почему я сижу такая ненакрашенная с мокрыми волосами, потому что я решила, что начнём мы с маски для лица прежде всего, потому что я хочу максимально протестировать все продукты, что у меня сегодня есть, а их очень много, поэтому начнём мы с маски для лица. Peeling mask я уже один раз её использовала, и я, честно говоря, думала, что это будет маска peeling, которая вот так вот высыхает и отдирается, потому что я обожаю такие маски, но оказалось, что нет. Эту маску надо смывать водой. Как же произошло так, что сегодня мы с вами тестируем их продукты? На самом деле я зашла у нас в Риге в Дрогос, это магазин типа косметики, товаров для дома, порошки стиральные и так далее. Так, смотрите, вот такого вот цвета маска, пахнет какими-то как будто бы мандаринами. Я увидела там бренд Lumen, который у нас раньше в Латвии не был представлен, и как оказалось, какое-то уже время он появился у нас на латвийском рынке. Я попробовала пару продуктов, буквально что успела, там я подкрасилась тональником, и одним словом, мне понравилось и стало так интересно, и ещё я хотела попробовать хайлайтер жидкий, который в Латвии у нас почему-то не продаётся. Много всего есть, но конкретно вот этого жидкого хайлайтера, которым я была наслышана, я не нашла. Я в этот же день пришла домой, написала бренду, и они мне очень быстро ответили, и сказали, что с удовольствием пришлют мне на обзор, на тестирование их продукта. И поэтому вот сейчас уже я в Париже, получила где-то неделю назад такую щедрую посылку. Хочу просто быть с вами честной, я не покупала эти продукты, но мне, конечно, кажется, что-то и так понятно, но тем не менее я скажу всё равно ещё раз, никаким образом на моё мнение это не является, покупаю я продукт сама или не покупаю. Я с вами честна, и я всё равно вам говорю своё честное мнение. Так, я нанесла маску, смывать её надо... Ой-ой-ой, не хочу запачкать свои чистые волосы. Смывать её надо через 10 минут, давайте пока что прочитаем. Это маска Glow Reveal с витамином С, с фруктовыми кислотами. Она просто увлажняет, придаёт сияние. Что мне очень понравилось в политике, так сказать, бренда, это финская косметика в том, что они вот... Сейчас прочитаю, тут написано на некоторых упаковках на русском, прям зачитаю. Революционная формула, стирающая границы между уходом за кожей и макияжем. Вот это очень интересный концерт, который мне понравился, что продукты как бы совершенствуют вашу кожу и изнутри, и снаружи. Так, ладно, я отключусь от вас на 10 минут, и приду, когда уже маску будет пора смывать с высушенными волосами. Маску я уже смыла, ещё и накрасила брови, чтобы не терять на это время. И хочу сказать, что визуально никакой разницы, по крайней мере, моментально не появляется, но кожа становится мягкой, и в принципе маска довольно приятно смывается, легко смывается, я не люблю, когда маски тяжело смыть. Маска неплохая. Давайте перейдём уже к тону лица. Что у меня здесь есть? Это просто называется Glow Boost. Сразу же скажу, что что-то из этого я уже пробовала, что-то нет. Видите, эта вещь ещё в упаковке, поэтому не знаю, что это для чего. Наносите на чистую кожу лица и шеи каждый день утром и вечером. Сейчас утро, нам подходит. Тоже оранжевая упаковочка, тоже содержит в себе витамин С, дающая сияние гиалуроновая эссенция с витамином С. Давайте посмотрим, появится ли у нас сияние, потому что некоторые продукты, которые я использовала, это такой маленький спойлер, что здесь есть в этом видео, покажу вам, несколько продуктов, от которых я просто в восторге. Вот в полнейшем восторге. Поэтому мне интересно попробовать вот это, потому что если у Люмена написано, что это придаёт блеск и сияние, то по моему опыту в некоторых случаях это реально придаёт блеск и очень крутое сияние. Баночка такая матовая, пару капель я на руку кладу. Пахнет вот тоже каким-то цитрусовым. Очень быстро впитывается, оставляет небольшой такой липкий слой. Пальцы, по крайней мере, пока что ещё прилипают. Пыталась довольно быстро, но оставила липкий слой. С одной стороны это может быть не очень приятно, но с другой таким продуктом потом будет хорошо липнуть макияж. Знаете, как многие бьюти-блогеры используют базу для макияжа Невия гель после бритья для мужчин, потому что он такой липкий, и он держит на себе всю косметику. Из этой же серии здесь крем, поэтому давайте нанесём сейчас крем. Потом есть ещё две вот такие штуки. Один это UV Primer, который придаёт сияние. Второй это Beauty Serum. Тоже сыворотка, которая придаёт сияние. Это, наверное, на полулица нанесём это, на полулица нанесём это, и посмотрим, чем они отличаются. Так выглядит баночка, напоминает мне клиник. Вот это прям пахнет апельсинкой такой. Я чувствую, что он явно питает кожу, увлажняет хорошо. Он, кстати, убрал вот этот липкий слой после сыворотки. Шею. Это Cleansing Balm. Очищающий бальзам. Им надо смывать макияж. Сегодня мы с вами, к сожалению, это не попробуем. Но я буду держать вас в курсе, как мне этот продукт. В каком-нибудь из своих видео ещё расскажу. Приступаем к этим двум продуктам. Хочу сразу же сказать, что UV Primer Instant Glow SPF 30 я использую последнюю неделю каждый день, и эта вещь просто невероятная. Как только я наношу её на кожу, моя кожа начинает сиять, блестеть. Вот, вы знаете, все вот эти продукты, хайлайтеры, всё, что обещает Instant Glow, мне очень понравилось, что Lumena это даёт не просто какой-то блеск, какие-то конкретные блёстки, прям, которые кусочками ложатся на кожу, а вот именно сияние, как будто бы ваша кожа мокрая. Знаете, вот этот wet эффект. Так вот это выглядит. Снова у нас продукт с пипеткой. Упаковка такая немножко блестящая, перламутровая. Намёк на то, что мы сейчас будем с вами так блестеть. Наверное, стряхнуть надо. Так, в общем, кожу он делает прямо такой жирненькой, очень приятной, но при этом чувствуется, что слой очень тонкий. То есть не так, что, как вот этот мой любимый крем-эмбриолист, который много ему не нравится из-за того, что он жирный, вот тот крем создаёт немножко такой эффект жирной маски. Этот же нет. Это как бы сыворотка, которая очень увлажняет лицо. Чуть поближе пододвину камеру, чтобы вам было видно, насколько моя кожа сейчас блестит. А, я сейчас прочитала, на самом деле, рекомендацию, что после вот этого продукта, который я уже нанесла на пол лица, можно как раз-таки наверх уже нанести прозрачный бьюти-серум. Я не знала. Тогда это мы можем нанести и на вторую половину лица. Так, моя кожа немножко страдает от переездов. У меня высыпается аллергия на кожу. Конкретно в одном и том же месте. И безумно чешется. Ну вот теперь, я думаю, увидите, как моя кожа блестит. Она просто сияет. Такое ощущение, что я на всё лицо нанесла хайлайтер. Я не знаю, кто любит такое сияние, освещение, но я просто фанатка макияжа, в котором всё сияет, блестит, но не выглядит так, как жирный блин, а так, как будто бы вы только что вынырнули из бассейна, и солнышко освещает ваше лицо. И, в общем, я думаю, вы понимаете, о чём я говорю. Открываем следующий продукт. Что у нас про него написано? Хорошо встряхните флакон и нанесите несколько капель на кисть руки, после чего круговыми движениями пальцев или кисть равномерно нанесите на лицо. Если бы я увидела, я подумала, что это тональник, если честно. Раз, два, три. Нет, это не тональник. Это действительно такой тонкий серум бесцветный. Если честно, мне кажется, что я ещё не нанесла тональную основу, а моя кожа уже очень заметно преобразилась. Конечно же, никогда не наношу под тональник четыре слоя продукта, хотя, может, и стоило бы. Но вот посмотрим с вами сегодня, как я буду выглядеть, когда нанесу тональную основу. Насчёт тональной основы. Здесь у нас сегодня с вами три варианта. У нас есть вот такой вот сиси-крем, вот такой вот сиси-крем и крем-тональная основа. Это скорее крем, который содержит в себе немножко оттенка, который перекрывает какие-то покраснения, но он, в принципе, не обязан работать как тональник. Это скорее как крем. Хочу сказать, что вот этот продукт, сиси-крем, так, как вам показать, чтобы не освечивало, я пользуюсь им уже неделю. И, если честно, я уже думаю, где мне здесь в Париже его потом найти и купить, потому что он мне заменил два моих любимых продукта. Это Clinique Even Better Glow и это BB-крем Otterborian. BB-крем Otterborian немножко суховат. У Clinique нету идеального мне цвета, и он немножечко жирноват. А вот это вот что-то между. И мне настолько идеально подошёл цвет, это цвет Light, что я просто в него влюбилась. И я уже начинаю думать о том, что мне делать, когда он закончится. И, кстати говоря, тут написано, что это абсолютный бестселлер и выбор блогеров. Я не слышала раньше про этот сиси-крем, и я хочу сказать, что с того момента, как я вообще... У меня ремонтируют крышу. У меня уже неделю ремонтируют крышу, и у меня трясутся стены в доме. 5 в 1. Тональная основа, консилер, база под макияж, сияние, стойкость SPF 20. Кстати говоря, насчёт консилера, это очень забавно, потому что я уже несколько дней забывала использовать консилер, потому что моя кожа выглядела настолько идеально с этим продуктом, что консилер просто не был нужен. Ладно, мне кажется, что я уже вам слишком сильно его разрекламировала, но вот это действительно правда. Это то, в каком восторге я нахожусь от этого продукта. Пишите мне в комментариях, если вы его тоже пробовали, и, возможно, вы уже с ним знакомы, или если вы хотите его попробовать. В конечном итоге я накрашу сейчас вот этим, но перед этим расскажу вам про вот эти два продукта, и на коже покажу, как они работают. Это тоже CC-крем от Lumen. Я сейчас не поняла, потому что вот это вот больше похоже на BB-крем по ощущению, а вот это как раз на CC-крем, потому что CC-крем он намного легче, и здесь написано, что coverage у него 2 из 5. Если честно, я бы поставила ему плотность покрытия 1 из 5, потому что он совершенно ничего не покрывает. Возможно, он очень хорош для лета, когда кожа как раз-таки идеальная, или, возможно, вот когда сейчас уже моя кожа выглядит хорошо после нанесения 4 продуктов, но, если честно, мне потребовалось нанести слишком большой слой этого продукта, чтобы моя кожа стала выглядеть равномерно, несмотря на то, что, в принципе, проблем с кожей у меня практически нет. Я вам сейчас покажу, как он выглядит. Он белый, то есть вообще, в принципе, чаще всего CC-крем белый, и он как бы подстраивается под вашу кожу, когда вы его наносите. Как, например, это делает CC-крем от знаменитой It Cosmetics. С этим же особо ничего не происходит. То есть он начинает немножко проявляться, как вы видите, но очень-очень чуть-чуть. Самую незаметную малость. Я бы, если честно, не знаю, если у вас прям очень-очень хорошая кожа, и вам надо что-то совсем-совсем тонкое, как вуаль, то, возможно, вам будет стоит это попробовать. Но вот смотрите, сейчас я нанесу это на кожу лица где-нибудь, где у меня неровная кожа. Вот, посмотрите. Вот здесь вот у меня покраснение, аллергия моя. Можно ждать, но, по сути, особо ничего не изменится. То есть он как бы вроде бы чуть-чуть выровнял цвет, но, например, разницы с этим и вот с этим местом я особо не вижу, хотя здесь вообще нет тональной основы, а здесь есть этот сиси-крем. Поэтому я вот этот продукт скорее всего оставлю себе на лето, когда, например, едешь на море и хочется совсем чуть-чуть выровнять тон, как бы, и тогда это можно использовать просто вместо увлажняющего крема. Следующий продукт тоже очень интересный. Вот это классная вещь тоже. В принципе, конечно, здесь написано, что предназначено использовать после длинной темной зимы. Такой летний немножко продукт, который будет увлажнять кожу, но при этом выравнивать ее тон. Ну, мне кажется, что никто не запрещает это использовать осенью и зимой. Так вот выглядит упаковка. И внутри это дело выглядит, так я уже один раз им пользовалась, как вот действительно такой покрашенный крем для лица. Его можно, как пишет производитель, накладывать несколько слоев, то есть, например, если вы накладываете один слой, то будет тонкое покрытие, вы можете положить второй, третий слой, и оно будет более плотно. Но, тем не менее, он все равно не перекрывает все изъяны кожи идеально, поэтому это тоже для тех случаев, когда ваша кожа не нуждается в особом выравнивании тона. Вот давайте я нанесу куда-нибудь, куда мне нанести. Давайте на подбородок. То есть, вы видите, что происходит, в принципе, кожа становится ровнее, но хочу сказать, что если, вот, например, когда по утрам я просыпаюсь, у меня красный нос, мешки под глазами, то просто этого крема недостаточно, он все-таки не слишком сильно все перекрывает, но вот что-то среднее между этими двумя сиси-кремами. И если я когда-нибудь захочу пойти на ульту с минимальным слоем косметики, но при этом выглядеть очень хорошо, то я буду использовать вот этот крем. Мне понравилась формула, мне понравилась консистенция, им приятно пользоваться. Для наглядности еще немножко нанесу вот сюда. Вот видите, у меня вокруг рта такие пятнышки, как будто бы, я не знаю, откуда у меня такие пятна. Но если я наношу, то вы, в принципе, можете видеть, что тон выравнивается. Все равно видно, что кожа не идеально ровная, но выглядит очень даже неплохо, натурально. Мне кажется, что человек со стороны в жизни бы не сказал, что на вас тональник. И это здорово в этом продукте. Ну что, наконец-таки переходим к этому сиси-крему, который я вам уже расхвалила. У меня здесь есть еще вот такая кисточка, ею я еще не пользовалась. Так, кисть для тонального крема. Нанесите тональный крем в резервуар кистик. Резервуар. Хм. А, хорошо, поняла. Такой кисточки у меня еще не было. Там внутри дырка. Резервуар. Куда надо наносить сиси-крем, если честно? Скорее всего, из-за того, что я этой кистью еще ни разу не пользовалась, она сейчас съест какое-то количество продукта. Кисточка из синтетического ворса. Это сразу же понятно. В принципе, для тональника почти в большинстве случаев используется синтетический ворс. Вот сейчас крем тот впитался, и, в принципе, опять это все вышло наружу. Вот с этим сиси-кремом, несмотря на то, что он тоже легкий, и это все же сиси-крем, даже не биби-крем, и даже не тональник, ничего абсолютно не видно. Вот здесь вот у меня нанесен тот крем, и вот здесь у меня вот этот сиси-крем. Так, продолжаем дальше. Перед этим я сейчас быстренько нанесу свой жидкий бронзер. У меня сегодня прям день жидких продуктов. Все будет жидкое, и румяна, и бронзер. Наношу свой. Он, в принципе, картинку не изменит. Мне кажется, вы видите, насколько красиво выглядит моя кожа. Она вот с одной стороны не видно вообще никаких покраснений, она выглядит идеально ровной, но при этом я не чувствую на себе никакой маски, и моя кожа, она вот просто действительно сияет. Вот сияет, как будто бы изнутри. Два хайлайтера. Жидкие хайлайтеры. Один более розовый, один более серебряно-золотистый, в общем, более холодный. Вот они два. Сразу же видно, что один более теплый, один более холодный, золотой. Обычно я в хайлайтерах отдаю предпочтение все же более серебряным золотистым оттенкам, нежели розовым, но этот розовый тоже очень приятный. Давайте я на одну щелку нанесу один цвет, на другую другой, и вы сами все увидите. Вот он так выглядит. Производитель опять же говорит, что лучше нанести его сначала на ладонь, а не сразу на лицо. Хотя, наверное, можно и сразу на лицо, я не знаю. И посмотрите, как он выглядит классно. На лоб можно немножко нанести. И посмотрите, как красиво переливается моя кожа. И давайте теперь на эту щеку добавим розовый хайлайтер. Честно говоря, на камере они вообще, в принципе, выглядят довольно одинаково. Наверное, все-таки золотой он более яркий, а розовый более умеренный, но освечивает, что то, что то, в принципе, одинаково на самом деле. Чуть под бровь я нанесу. Если вы смотрели мои предыдущие видео, то вы знаете, что я совсем недавно делала обзор на вот этот хайлайтер, тоже жидкий, от Givenchy. И, если честно, он меня, ну, можно сказать, отчасти разочаровал. Не дал мне того суперэффекта вау. Вот посмотрите, он даже больше на какой-то бронзер похож, чем на хайлайтер. И вот как раз-таки то, что я ожидала от жидкого хайлайтера, это вот такой вот блеск. Он, я не знала, как это выглядит на камере, потому что свет немножко обманчивый. То, как он переливается, он действительно выглядит так, как будто бы у меня мокрая кожа, и это самый идеальный вид хайлайтера, когда нету никаких конкретных больших кусочков блесток, а вот просто такой красивый переливающийся тон. И еще, что у меня здесь есть, это Watercolor Blush. Watercolor это акварель, блаж, румяна в цвете Pink Blossom. Тоже очень клево выглядит, если честно, вот эти три продукта, CC крем, хайлайтер, оба в принципе, и вот эти румяна на данный момент это просто фавориты, мне кажется, всей моей косметички. Посмотрите, как классно выглядит румяна. Они очень хорошо смешиваются с тональником, с хайлайтером, безумно натурально выглядит, приятный такой персиковый цвет. Мне кажется, прямо супер классно это все выглядит. И последний продукт очень напоминает мне упаковку La Prairie, если честно. Подушечка. Подушечку мы использовать не будем, я возьму свою кисточку, это кисточка от Inglot, и просто припудрю место под глазами. Я забыла нанести консилер. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Мне кажется, если честно, и не нуждаюсь в консилере, потому что моя кожа вот flawless это вот как раз таки то слово, которое надо использовать, чтобы описать как сейчас выглядит моя кожа. Я немножко закончила свой макияж, накрасила губы и ресницы. И в принципе мой макияж готов. Я очень долго снимала это видео, поэтому за окном уже потихоньку начало темнеть, поэтому свет разный на протяжении всего видео, но в целом мне очень понравилось мое первое знакомство с этим брендом. Было очень много продуктов, которые мне показались просто невероятными. Надеюсь, видео вам понравилось. Я еще раз хочу повторить, что это чисто абсолютно мое мнение и на своем канале я говорю всегда только то, что я сама хочу говорить. Спасибо вам большое за просмотр. Пишите мне в комментариях, если у вас есть какие-то фавориты от Люмена или возможно что-то, что я еще не попробовала в этом видео и что-то, что стоит попробовать. Не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк, поставить колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео и спасибо вам большое за просмотр. Увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok